Украинская тема стала сегодня одной из главных в немецком парламенте. Ангела Меркель на заседании в Бундестаге привычно обвинила Россию в нарушении территориальной целостности Украины посредством, цитата, прямого или непрямого участия в боях в Донецке и Луганске. При этом канцлер отметила, что военным путем конфликт не решить. Германия, поддерживая Украину политически и экономически, использует все возможности для достижения дипломатического решения в ходе диалога с Россией. Реакция на речь госпожи Меркель была неожиданной даже для нее самой, когда слово взяла представитель оппозиционной левой партии Сара Багенкнехт. Она камня на камне не оставила от антироссийской политики канцлера. Дипломатия подразумевает необходимость всерьез воспринимать интересы друг друга, а не отбрасывать их в сторону. Без российско-немецкого сотрудничества стабилизация и безопасность в Европе невозможны. Вы пытаетесь втянуть Германию в состоянии новой холодной войны с Россией. Вернитесь на путь дипломатии, отзовите санкции. Вместо этого вы сотрудничаете с режимом, важные места в котором занимают нацисты. Президент Порошенко говорит о тотальной войне. Он остановил финансирование больниц на востоке страны и выплату пенсий. Говорила представитель оппозиции и о внутригерманских проблемах, о снижении уровня жизни и росте социальной напряженности. И было заметно, насколько канцлеру Германии неуютно было слушать острое и эмоциональное выступление. Ангела Меркель всячески пыталась показать, что у нее много других дел. Кстати, не только оппозиция, но и соратники по коалиции все чаще критикуют канцлера. Немецкие СМИ сегодня пишут о расколе в коалиционном правительстве из-за курса в отношениях с Россией. Идея восстановления и укрепления российско-немецкого сотрудничества находит все большую поддержку среди немецких политиков. Многие склоняются к мысли о том, что пора бы прекратить критиковать Путина, а также признать присоединение Крыма к России.